Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях. Вашему вниманию фрагмент программы «Украинский завтрак» на радио Филадельфия 106.5 FM с Антоном и Дмитрием Комаровыми. Сегодня 21 декабря 2023. Смотрите, слушайте. Новости без политики. Два года назад началась история про Суперлигу в европейском футболе. История заключалась, история, инициируемая Флорентино Пересом, президентом Реал Мадрида, заключалась в том, что коррумпированные насквозь FIFA и UEFA не могут обеспечить ни справедливого, ни правильного, скажем так, розыгрыша на различных турнирах. Игроки перегружены турнирами, бабки стрижет абсолютно коррумпированная организация. Действия одних клубов рассматриваются в экономическом плане под микроскопом, действия других клубов спускаются с рук, ну и так далее, и так далее, и так далее. Чего уж рассказывать про этот UEFA, там, значит, никакой передачи не хватит. И Флорентино Перес решил создать новый турнир, который назвал Суперлигой. У него был сначала один формат, потом обсуждался другой, сейчас обсуждается третий. Но этот турнир, изначально там были найдены спонсоры очень большие, американские, и речь шла о каких-то баснословных выплатах только за участие в этом турнире. И UEFA, которая не хотела, естественно, терять и FIFA, которая не хотела терять свою монополию на то, что клубы работают на них де-факто. Они подали в суд на... не так, они... не так, наоборот. Они попытались наложить санкции за создание нового турнира. А Real Madrid подал в суд, сначала в испанский, а потом в европейский суд на FIFA и UEFA с простым вопросом. Имеет ли право UEFA быть монополистом в европейском футболе? Имеет ли право UEFA накладывать санкции, исключать клубы из чемпионатов и так далее, и так далее? То есть препятствовать созданию каких-то параллельных турниров. То есть не только UEFA, футбольная организация на европейском континенте, но будет еще какая-то там Суперлига. UEFA разыгрывает свои призы, а Суперлига разыгрывает свои призы. И вот два года шел этот суд, и сегодня он закончился, закончился с абсолютно предсказуемой историей. Европейский суд, рассматривая это все как бизнес-дело, он вынес решение о том, что никаких... Ну, о том, что UEFA, вот я процитирую приговор, постановление Верховного Суда... Не так, постановление Суда Европейского Союза. UEFA не имеет исключительного контроля над футболом. Другие клубные соревнования могут быть организованы, а Суперлига не может подвергаться какой-либо дискриминации. Клубы могут сами решать свое будущее. Ну, то есть в одну калитку разгромлена UEFA и разгромлена FIFA, и теперь никаких санкций, никаких дискриминаций клубам, которые участвуют в альтернативных соревнованиях, ни FIFA, ни UEFA не имеют права применять. Это не значит, да, и там Европейский суд говорит о том, что и UEFA, и FIFA нарушили закон о конкуренции, когда запретили создание Европейской Суперлиги. Ну, то есть люди подошли как к... обвинены они в превышении власти и так далее. То есть подошли они как к бизнес-процессу и говорят, ну, вы просто захватили монопольно власти и творите черти что. Это так очень грубо говоря. Это на данном этапе, это вовсе не обозначает, что завтра запустится Суперлига. Нет. Уже... и это должно вас подвести к пониманию того, на каких уровнях сейчас идут вот эти все процессы. Уже сегодня английское правительство заявило о том, что оно примет в ближайшие дни законы, которые запретят этот закон, который запретит английским клубам участвовать в этой Суперлиге. Потому что нынешняя система, она способствует большим доходам английских клубов, а система Суперлиги будет уравновешивать всю эту ситуацию. И англичане говорят, а мы законы свои примем. То есть, соответственно, дальше будут уже попытки национальных правителей, допустим, английской, Англии прежде всего, да, воспрепятствовать, значит, будут суды против английского правительства и так далее, и так далее. То есть процесс не запустится... Короче, в каждой стране практически... Не в каждой, но в Испании такого не будет, допустим, не будет такого, я думаю, во Франции и так далее. Но в каких-то странах, которые на данной системе зарабатывают больше всего, да, такие процессы возможны, будут еще там пару лет на суды. Но процесс пошел. Перес не отпускает эту тему. И Перес пытается все-таки выстроить другую систему в европейском футболе. Я напомню, что Реал Мадрид это не просто клуб. Это клуб, который... Это единственный клуб, единственный среди основателей УЕФА. Основателями УЕФА являются национальные ассоциации нескольких стран и Реал Мадрид. Реал Мадрид стоял во главе процесса создания Лиги чемпионов. Ну, тогда еще Кубка чемпионов. И тогда, я не помню, по-моему, Франко говорил, что Сатьяго Бернабе идиот, и такой турнир никогда не приживется, да. Реал Мадрид вообще, на самом деле, вот как раз он ломает все эти системы в европейском футболе и выводит их на новый современный уровень. Поэтому я надеюсь, что у Переса все получится, и он создаст новый турнир с более справедливым распределением денег, а главное с меньшим количеством матчей. О чем сегодня, кстати говоря, Флорентино Переса заявил, о том, что, ребята, вы будете зарабатывать меньше, вы будете зарабатывать больше, но играть меньше. Потому что я уже много раз говорю о том, что люди, ну, умирают на поле, в прямом смысле слова, просто умирают на поле. Ну, и сегодня клуб Кадис испанского чемпионата, я сейчас не помню, на каком он, на 15 или на 16 месте находится, сказал, что нет, мы участвовать в Суперлиге не будем. Все такие, боже мой, Кадис, какой крепкий участник. Кадис на 17 месте даже. Ну, в общем, короче говоря, вот такой есть еще противник. Да, борьба отрывая, я кто кажусь, да, но огромный толчок есть, огромный шаг вперед есть, и приговор европейского суда очень важен, очень нужен. Я надеюсь, что Карфаген будет таки разрушен. Вы все слышали, уважаемые друзья в социальных сетях, и, на мой взгляд, толково изложенная ситуация в мировом футболе, и особенно в действиях тех, кто им правит, присоединяюсь к этой популярной, известной в мире фразе, что Карфаген будет разрушен. Искренне ваш, Деви Аркадьев из Филадельфии, сегодня напоминаю 21 декабря 2023 года.